Команда «Динамо Киев» 1975 года, образца 1975 года, до сих пор считается, в общем-то, идеальной командой. Вы с Валерием Васильевичем Лобановским возглавляли этот коллектив. Был такой уникальный тандем в истории советского футбола. Больше я такого не помню, тандема. Скажите, вот вы пришли с Лобановским в 1973 году? На начале 1973, в конце Лобановски, в 74 январе я. Вы увидели этих ребят. Вы понимали, что из них можно слепить сильнейший коллектив Европы? Ну, если честно говорить, то это было основное обстоятельство, которое позволило нам объединить свои усилия. Почему? Потому что отдельно, допустим, в Днепропетровске, где он работал, создать такой ансамбль и добиться, спрограммировать какие-то успехи, было очень сложно. Теоретически, возможно, может быть, но на практике это было невозможно реализовать. Или мне в Донецке, несмотря на то, что была очень хорошая команда, хорошие ребята, мастеровитые, как говорят, но тем не менее уровень европейский, он просчитывался только на, будем говорить, на нотах киевского Динамо. Вот интересно, вы, когда пришли в этот коллектив, вы понимали, что он, может быть, станет сильнейшим в Европе? Или вы думали, ну, начнем, выиграем сначала чемпионат Союза, попробуем взять кубок, а там посмотрим, как будет? Или было ощущение, что это... Нет, это было внутреннее состояние. Почему? Потому что мы обменивались, постоянно обменивали оперативные информации, имели представление о уровне, допустим, киевского Динамо и того же Айнтрахта. То есть такие уже наметки были у нас. И сказать, что мы ни о чем не догадывались, а просто так ныряли в неизведанные футбольные пучины, нельзя. Подсознательно все-таки мы чувствовали, что можно сделать. И еще раз повторяю, это была ведущая, главная, так сказать, интрига поработать на таком высоком уровне. Спасибо.